Друзья, всем привет! Хочу поделиться такой важной новостью. В общем, нам к участкам начали проводить воду. Вот, смотрите, много домов здесь, сзади за мной. Там, вдалеке, в этих домах уже живут люди по 3, по 4 года, по 5 лет уже. И как бы только в этом году, начали, в 21 году, начали проводить воду к участкам. Поэтому мы как бы были против, мы не хотели, чтобы воду проводили, потому что эти все участки уже почти все, ну, снабжены водой. То есть, своими силами мы проводили воду с помощью экскаваторов, кто-то с помощью кротов, вот, вкладывали свои деньги и проводили воду. В общем, и у меня дома вода тоже уже 3 года как есть. И вот в этом году только здесь с помощью администрации, по проекту все это проводится. Мы, как бы, задавали вопрос главе района, зачем, ну, нужно здесь проводить, нужно ли проводить вообще. Ну, говорят, как бы, что по проекту должно быть. Ну, это понятно, что по проекту должно быть. И мы с этим, в принципе, согласны. Ну, как бы, зачем, если вода уже у всех протянута, почти у всех. Вот. Ну, надо так надо. Нас предупреждали, что здесь воду будут проводить, но через сколько лет будет, это было непонятно. И поэтому мы проводили все своими силами, своими руками. В основном, недовольство наше было в том, что здесь у нас вода протянута уже, и когда бы они протягивали воду с помощью кротов и с помощью экскаваторов, все это обычно, как правило, раздербанивается, ну, вся земля вытаскивается, и трубы могут все наши выкопать, ну, и порвать, в общем. И мы останемся без воды. Ну, в принципе, так и получилось, но ненадолго. Почему? Потому что мы, ну, обговорили с представителями администрации, с работниками, с главными работниками. Вот здесь у нас, видите, колодец стоит свой, который мы ставили. И общий колодец по проекту вот здесь вот стоит. Сейчас я подойду, потихоньку покажу. Вот, и мы все следили, показывали, рассказывали, где у нас трубы проходят, чтобы их не оборвали. Ну, они как бы понимают это все, принимают, и старались все делать аккуратно, красиво. Вот, и... Ну, чтобы все было для людей. По проекту мы не против, но сделать так, чтобы мы тоже не остались без своей воды. И вот, в принципе, все получилось. Оборвать, конечно, они... Наши трубы оборвали, но соединили. То есть, это нормально все. И соединили таким образом, что сделали все это мы внутри колодца. специально так, чтобы, в случае чего, можно было уже к ним, к главной магистрали подключиться. Без рытья траншеи. Потому что, как тут делается, вот основные колодца вот такие вот ставятся, через каждые 200 метров примерно, к 12 участкам ставится, как бы, один колодец, как я понял. Ну, или к 6, или к 12, вот не совсем понял. Ну, в общем, вот так вот проходит магистраль. Их 75-я вот такая вот труба. И они ставят колодцы. Двухметровые такие. И в глубину от 3 до 5 метров. Вот. А дальше, от этих колодцев, к каждому участку, как бы, проводят люди, будут проводить сами, своими силами. И мы вот совместили полезное с приятным. Ну, то, что имеется в виду, у нас уже труба проложена к нашему колодцу. Но она проложена, идет вот таким образом, и там к соседу. Вот. И на глубине где-то 2 метра. И понятно, что, когда ставили вот этот колодец, они оборвали случайно вот нашу трубу. Но в этот же день, как бы, ну, часа на 3-4 мы остались без воды. И попросили, ну, они соединили. Я попросил, чтобы соединили именно внутри колодца, чтобы можно было к ним подсоединиться. Чтобы уже не копать, как бы. Ну, понимаете, да, чтобы к дому уже не копать, так как у нас уже все прокопано, трубы все уложены. Вот так это все выглядит внутри. Вот такой колодец на 5 метров почти. Там все редукторы, все вот это стоит. Все культурно, красиво, по проекту. Вот. И вот наша труба вот так вот проходит. Там видно, что, видите, муфта слева. Она там соединена, оборвана. Ну, в принципе, нормально. Вот. Все классно с лестницей вот такой вот, из арматуры. Сделано там дно. Сделано бетонное. Ну, в общем, красиво. Вот так вот. Вот такая вот главная магистраль идет. Вот она вот так вот идет туда, дальше к участкам. И оттуда. Там дальше будут сейчас колодцы ставить. Так же. Ну, в общем, мы довольны. Все нормально, все красиво. Ребята молодцы, работники. Они идут на встречу. Все это принимают во внимание. В общем, просто нужно следить и подсказывать им, что где, куда и откуда. В общем, всем благодарочка. Дальше я вставлю видео, как этот процесс весь происходил. Как ставили этот колодец. Там еще немножко порассказываю, покажу. В общем, смотрите, кому интересно, как ставят колодцы. Вот такие вот, когда проводят воду. Да, вот это вот надо будет убрать со своего участка еще все. Ну, в принципе, песок нормально. Вот как-то так. Сегодня 21 марта. Вот ставят у нас колодец сюда. Ну, где мы уже воду проводили. И у нас труба, оказывается, посередине идет. И мы его перерезали. Сейчас перекрыли, чопик поставили там. И вот у нас труба там идет. Вот она. Почти вот посередине. Колодец сюда поставим. Вот колодца. И, наверное, вовнутрь заведем, соединим. Там лопата. И будет на 4-5 метров почти глубиной колодца. Вот получается, вот у нас вот так труба идет, прям джиг посередине. А мы думали, что труба идет где-то вот тут вот. Ну, мы сами проводили трубу, но, тем не менее, думали, что она идет вот здесь. И ничего не заденут. А все-таки задели. Как раз к краю. Такая вот штука. С другой стороны, вот такая ситуация. Здесь, в кольцах, видите, краны прям все серьезно. Прям офигеть. Коллекторы ставят. Вот сюда вваривают. Вот труба, которая 75-ая идет. С фитингами, с этими планшайбами всем. С всякими. Ну, стоит крот, который завел трубу на 4-4,5 метра, по-моему. Мне сказали, колодец будет вообще на 4,8 метра. Там сейчас выкачивают и закрыть должны. кран. Все, перекрыли. Вроде как остатки вытекают. Так вот, подготавливают. Здесь видно, что верховая вода, вот этот ручейок небольшой, начал уже просачиваться. Вот это примерно в 2-2,5 метра, где-то вот вода. А я ем, там ватой ниже данной. Да? Мелый. Кошелесный. Кошелесный. Ставит шилород на жилород, да? Ну, мы. Неправильный. Нет, с одной стороны, правильно. Вот мы уже все мыпалины. Вот я бичаленную. Работу. Нет. Вот так это вот все ставят. Интересно. Сейчас будут соединять электромуфтами. Вот в чем опасность работы. Опять упала вот отсюда. Земля вовнутрь упала. Ну, парень успел отбежать. В принципе, вот окончательно трубу засунули вовнутрь. Нашу трубу. И потом можно будет к их магистрали подключиться в любое время. Когда это надо будет. Все, закапываем обратно. Это вот подключили на третье кольцо получается. Над третьим кольцом. Поехали. 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 я думал почему в тех колодцах снега нету а на этом есть они оказывается его прогревают растаивает снег все культурненько вот так и вот на раскопку ямы установку колец уходит целый день ну и на закапывание принц я вот так аккуратненько все четенько ставят на цементный раствор итак уже 6 вечера все убрано кольца поставили крышку поставили все нормально оставал осталось вот эту гору куда-то убрать я думаю сверху просто вот это все закроет и будет сейчас сегодня утром оказана узнал что здесь оказывается еще колонка будет посмотрите вот установили такую колонку открываешь и вода будет течь правда она стоит получается посередине дороги и дорогу здесь еще культурную должны сделать как мне сказали не знаю по моему эту колонку потом уберут но это странно конечно что вот установили посередине дороги я попросил чтобы но сказал почему сюда не установили но рядом она бы не мешалась особо он говорят что по проекту должно быть здесь но вот должно и должно как то так на некоторых колодцах там дальше будет там вообще пожарный гидрант будет установлен как то так